у нас наконец-то начались долгожданные каникулы но мне кажется что я немножечко заболеваю вот это знаете чувство что вот-вот меня скоро накроет но мне болеть никак нельзя у меня очень много дел забот и хлопот на самом деле я сильно не переживаю потому что при первых симптомов урви я принимаю антигриппин очень эффективный устраняет большое количество симптомов в том числе урви грипп озноб головная боль он безопасен и легок применение есть две формы выпуска порошки и шипучие таблетки у меня вот такой виде порошка со вкусом меда и лимона быстрое растворение в горячей воде 50 60 градусов очень приятно пить вообще у них разные вкусы это 8 девочкам я покупаю вот такой вот виде шипучих таблеток с малиной им очень нравится и не приходится через силу их заставлять принимать девчонки пора мне вставать на ноги как говорится дела сами себя не сделают антигриппин от натурпродукт тройная сила против восьми симптомов гриппа и простуды ссылочка в описании не болейте ну что вырываемся во влог я иду как вы думаете куда нет не сюда ну может быть чуть попозже мы зайдем еще не знаю как повернется моя жизнь на данный момент я иду пункт выдачи в алберис озон и конечно же яндекс маркет у нас смотрите все рядышком открыли паркинг куда ставлю машину лишь машину вводишь и сразу все забираю все посылочки вообще кайфово ну что первая посылочка у меня в руках идем дальше покорять пункты выдачи вообще это это все девочки перед сном я не знаю надо как-то лечить вылечите меня пожалуйста можно всем куда-то пойти в одну секту муж есть лечение я часть выкупила два товара вне не подошли там одежда была не понравилась мне еще надо зайти еще на один пункт выдачи в алберис просто я это но у нас открылся новый а там старая еще мне заказ лежит поэтому топой туда короче вот такие вот походы . запустила робот-пылесос который в детской комнате видите моет девчонкам комнату потом запущу своей ну и так далее по всей квартире можно наблюдать он видите сканирует но я вам обзор делала я сижу кофе пью робот пылесос за меня работает сюда коврик убрали пока временно каникулы вот наводим порядок мусор выкидываем но генеральная уборка нас еще ждет впереди настя на никулы все я пришла домой занимаюсь домашними делами только что постирала кстати девчонки и тут такая штука ну ты вот запустила стирал куда и забыла что-то докинуть например один носок нашла там где-то ты во время стирки открываешь вот так вот окошко и докидываешь что тебе нужно вы знаете вот сколько помню наверное раза два всего пользовалась значит не все так плохо у меня с памятью вообще как бы идея очень интересная кстати вот купила я новую пасту зубную номер один в корее девчонки пахнет слушайте приятно надбеливающая какая-то какая-то там тоже топ топ на вал берес вот заказала будем пробовать тестировать пахнет приятно и очень удобно нажимаете и паста выдавливается пришли на гончарное мы как выбрали то что мы дожди что ты взяла краска ася взяла краску в общем дети сами выбирают краски цвета 911 до после печи то есть цвета они не совпадают то есть вот видите тут 73 розовый а тут красный то есть после печи вот этот цвет превращается в красный это еще потому что упаковка делая ну да да насен поищи 911 катюшки наверно взяли его вот кисточки все дети но не всегда взять и а если дети не хотят лепить они просто могут выбрать все что они хотят и разрисовать но ты платишь за фигуру и еще разрисовываешь и потом в результате выходит вот это это все детки делали сейчас очень популярна именно чебурашки очень популярна это кружки и котики собачки тарелочки и шкатулочки ну что катя видите все сделала леснушки берут такие вот тарелки крутящиеся краски кисточки потом вот эти как они палитровую где смешивать можно и начинается творчество ну а я взяла ноутбук и пойду сейчас поработаю немного пекарню катя вся веснушка красивый кувшенчик мы кушаем и едем фикс прайс ходим заехать сейчас катя покажет как это делать давай покажи мастер-класс катюш как это делать давай раз два три а все поняла а все поняла ничего себе это маме надо так худеть прыгать все снимай пойдем ки купили фикс прайсе вот такую какую-то жилейку химия сплошная какая-то вкусно пробуй она наш прям вкусно раньше фикс прайсе мне кажется было намного больше до интересных вещей или мне кажется либо мне стало неинтересно но я каждый раз как я приезжаю фикс прайс я выхожу оттуда с пустыми руками покупаю тряпочки мешки для мусора вот что то такое не знаю как так получается что раньше мне больше там покупала ну что мы спонтанно решили доехать посмотреть дома прошлом боги я у вас спрашивал у меня одна подписчица написала марина так у тебя на районе ой как шумно есть высказ выставка домов тут ехать буквально 15 минут и вот она выставка так что идем девчонки смотреть дома им мама тоже будет сейчас выбирать она хочет продать свою квартиру и купить дом какая погода мерзкая подруг бери с собой мама мне вот такой нравится эти кого маленький милый домик а это кстати наверное детский домик отдельный пойдемте посмотрим да это маленький домик катюш может зайти в этот домик а может зайти сюда интересно не знаю попробуй нет никак наверно мы идем дальше я вам так сделаю я понимаю сейчас мы быстренько погода конечно холоднющая дождик в лицо вот такой дом мне вообще не нравится как я поняла заходить дома нельзя это все-таки какая беседка милая там даже купель до алюминиевый в качестве утеплителя мы используем пенополиуретан скрещенный ппу а его наносит промышленным способом на производстве по теплопроводности этот утеплитель лучше в два раза минеральной ваты то есть 100 сантиметров пенополиуретана на стенах как допустим есть минеральная вата пол потолок мы используем 150 напыление наружные отделки либо это алюминиевая композитная панель можно выбрать любой светом а она не выгорает на солнце в отличие от дерева каждые пять лет не придется прикрашивать фасад и они страшны насекомые и плюс еще кстати утеплитель не страшны грызуны то есть вот сейчас здесь вход на гардеробный большой вместительный шкаф здесь зона отдыха кухонная зона ванная комната и две просторные спальни под 12 квадратных метров и расхит мне туда можно сделать крыту на 10 здесь на сана на метр-два открытые фонки на сосны обшить за прозрачный поликарпанатов стандартный пункт проект идет три на восемь идет у нас еще будет плюсом двадцать три квадрата а сколько будет стоить если такой без заделки такой будет 2 850 отделка ты вот без этого да без отделки это будет просто черновой слой фанеры а в санузле подписывала панель если с отделкой то будет все кроме вот шкафов то есть выключатели и розетки все выводы все будет инженерная коммуникация с отделкой сколько а 3950 вот такой вариант и фундамент входит сюда нет фундамент не входит потому что фундамент в основном зависит от типа грунта на вашем участке но этот дом легкий ставить их в основном на сваи мы зашли еще один объект и тут наверху вот такая вот комната комната просто заходишь и не по лестнице по которой можно просто убиться внизу только кухня гостиной и то ли все лестнице максимально стрёмно и можно брошюрку взять на сайте есть до другие варианты а душ не нужен все мы взяли брошюрку посмотрим катюш не в раковине в туалете так все мы зашли вот в этот это вот такой домик мне такой не нравится совершенно можно кстати к брус зайти еще но тут домиков не очень много но можно в к брус зайти пойдем пойдемте зайдем заходить мы просто везде брошюрки возьмем и я на сайт залезу здравствуйте а она ты наш вообще такой маленький как раз девчонки вариантов мало очень и почти все дома закрыты не хотят продавать ну вот как-то так все поехали домой надо ехать короче в мегу что мы приехали домой я катюшке сделала такие вот гамбургеры экспресс гамбургеры без котлеты с колбаской как она любит настена у нас осталось ума сейчас я вам покажу покупки фикс прайс но их было очень мало но две были очень хорошо заводить порядок и она вам покажет покупку для стола очень полезная наша новинка из фикс прайса вот такая вот клеенка или как это сказать для того чтобы можно было рисовать спокойно и при этом не пачкать стол вот листочек да а вот ну собственно нормально видите ну можно да может это на большинском на каком на большинском на наш иск нет это язык как он большинский язык не большинский нет такого да у него выступление и вот они учат туган якородной край в общем башкирский язык башкирский да у них будет выступление да у них там костюмы костюмы должны быть вот эти народные да да и песню вот они на башкирском будут всем доброе утро я продолжаю влог вчера я уже не показала вам покупку фикс прайсе которую я совершила вот девчонки это вот такая подставка под капсулы вы знаете что я пью кофе вот так вот выглядит капсулы кто не знает вот это моя кофемашина на спрос очень мне нравится легкая просто засовывайте сюда капсулу наливаете сюда воду кнопочку включаете все готово отставочка можно с двух сторон и и давно хотела что там боня господи давно хотела какую-то такую штучку под капсулу потому что раньше я кидала вот сюда где чай но это было максимально неудобно они вот просто валялись и вмещалось всего 5-6 штучек теперь у меня теперь у меня стоит вот так вот кася заказала у меня снова гамбургер каникулы балдеет ребенок ну конечно приготовила даже попросила мне в магазине сказали что вино должно постоять но я конечно об этом слышала но я никогда не придерживался этим правилом я сразу открывала и пила как бы до вечером уже у меня есть эти вот такая вот открывашка электро электроштопор просто все и он сам от войны надо держать все открыла вино и пусть она дышит еще на кино что я сейчас нахожусь на кухне и собираюсь готовить суп который я не готовила миллион лет просто реальный миллион лет к сожалению если на небольшая загвоздочка видят этой ну блин накапала кажется что она не очень свежая и вообще ее нельзя есть готовить можно воняет на мой взгляд она попахивает хотя я только вчера ее купила вы знаете девчонки у меня есть такой лайфхак который я периодически делаю магазине мне кажется что это неправильно ну типа нельзя так но а как по-другому если покупаешь вроде бы еще 45 дней там курица свежая по идее должна по 40 годности приходишь домой вскрываешь и она воняет короче говоря я иногда в магазине протыкают эту упаковку нюху и если все хорошо то я беру девчонки а как еще по-другому правильно если нам в магазинах бывает впихивают какие-то непонятные тухлые продукты я конечно редко попадаясь на тухлятину я даже не помню когда последний раз я попадалась на тухлятину в основном я покупаю свежие кладу в холодильник там через два дня вспоминаю о надо приготовить она уже как бы попахивает это как бы конечно мой косяк лучше сразу на морозилку кидать но знаете с какими мыслями я просто кладу свежую курицу в холодильник я сегодня вечером приготовлю вечером получается хоп я резко что-то курдор другое до насажденение я там не за полудня чтобы занималась опять что-то другой приготовил результате три дня лежит курице на там короче затухает учинясь такая короче проблема у меня вот я вчера купила курицу хочу приготовить суп знаете какой суп с галушками боже мне бабушка всегда готовила в деревне суп с галушками его миллиона лет не готовила может быть даже и с вообще не готовила я не помню но мне что-то вдруг захотелось такой суп. Не знаю, душа требует супа с галушками. Короче, девчонки, эту курицу я знаете, как делаю, чтобы она меня не затухла в помойке? Я делаю как? Я беру курицу в пакетик, подписываю на бумажке, что испорчено, кидаю в морозилку и на следующий день достаю, или вообще, когда я иду мусор выкидывать, достаю, просто выкидываю. Обязательно подписываю, чтобы там не перепутать, дай бог, и не забыть. Потому что, если я вдруг сейчас выкину просто ее в помойку, она будет вонять, вот это все будет вонять, даже на балкон не хочу. Так что такой лайфхак у меня. Просто у меня нет мусоропровода дома, я не могу сразу пойти выкинуть, мне надо выходить на улицу, на улице снегопад у нас, пипец, девочки, сейчас покажу. Жду курьера и буду готовить с вами суп. Это вот так вот, на минуточку, как бы весна. Смотрите. Жесть, снег пошел. В общем, это выглядит примерно так. испорченное. И морозилку. Завтра выкину. Все, девчонки, курица приехала. Вот, она вообще никак не пахнет. А та, знаете, она даже не тухлым попахивала, а вот именно каким-то таким сладким, каким-то, как будто бы сладкий какой-то запах. Все, она вообще ничем не пахнет. Короче, ставлю я курочку вариться. Ну, а дальше пока я готовлю тут суп, точнее, пока варится курица, я снимала рилс. Ага, да, самое смешное. На самом деле, видео очень гарно получилось. Если вдруг вы до сих пор не подписаны в запрещенную сеть, называю. Если вдруг вы забыли о ее существовании, обязательно переходите. Всегда люди, кто на меня подписан, узнают самые первые о каких-то последних новостях. В том числе, куда я поеду, в какую страну. Я знаю, что многим это не нравится. Вот это, знаете, интрига. Вот Марина держит интригу. Ну, это сугубо мой личный выбор. Вот, но, если вы хотите узнать раньше, чем на ютубе, потому что пока выйдет влог, вот это все, я уже в инстаграме давно все разболтаю. Вот, так что подписывайтесь на меня в эту сеть. И я там снимаю рилсы веселые, есть про моду рилсы, творческие, есть и юморные рилсы. В общем, мне очень нравится этим заниматься, поэтому, если что, приглашаю вас. Если вдруг вы забыли о том, что существует такая сеть, то скачайте VPN, будет весело. Вот, так что вот такие дела. Все, пошла смывать масочку и готовить суп. Вот. Вот, теперь мы с тобой похожи, примерно одинакового цвета. Девчонки, готовим галушки. Для этого нам потребуется 2 яйца, 1 столовая ложка молока, 2-3 столовых ложки муки, соль. Все это перемешиваем. Так мы проверяем, готово ли тесто. Мы берем, пускаем первую ложку. Если тесто полностью рассыпается, так скажем, расплавляется в кипятке, то надо добавить еще муки. А если галушка, так скажем, схвачивается и всплывает, то значит все супер. У меня вышло 3 столовых ложки муки. Девчонки, ну что, суп с галушками готов. Некоторые еще называют с клетками, но по-украински это галушки. Все. Вкуснятина. Мы продолжаем влог. Посмотрите, какая шикарная в Питере погода. Посмотрите, сколько снега выпало. Вроде бы все. Попрощались с зимой. Хорошо колеса не поменяла. Снега, тьма. Мы достали опять зимние вещи. Иди вперед. Я сосульку взяла. Это у нас конец марта. Едем, в общем, мы в клинику оплачивать Насте брекеты. А-а-а, девчонечку. Так, девчонки, ну что, мы уже приехали. Все оплатили только что. Все. Одни брекеты у нас пошли в производство. Другие через полтора месяца. Вот я оплачу. И Настя будет ходить с брекетами у нас. Все. Одно дело сделано. Слава богу. Погода, конечно, ужас. Это кошмар. Девчонки, настоящая зима началась. Какие у нас следующие планы? Планы у нас такие, что вообще Настена у меня у мамы. Она там уже три дня, по-моему, да, Катюш? Они, в общем, девчонки отдыхают друг от друга. Им просто действительно нужен отдых. Друг от друга. И сейчас мы едем в этот развлекательный детский центр. Берем подружку Катину, Васю, да, дочку Наташ. Они, в общем, будут там вместе, да, с ночевкой. Короче, ночевку у них. Может быть, даже на двое суток. В общем, я Наташу говорю, все, я забираю твою дочь. А она тоже сидит дома, оно скучно. И я говорю, так пусть девчонки общаются. Ну, Наташа, ты, собственно, и не против. Потому что, ну, а чего, да, вдвоем беседу. Я девчонок сдала. Мама! Вот, что с ней в голову не стрельнули. Я тут, в общем, заблудилась. Второй этаж. Девчонок не вижу, где-то бегают. Как-то так. Не могу найти, ну ладно. Смотрите, мне принесли пасту. Пасты так мало. А тарелка, смотрите, просто огроменная. Заказала девчонкам морс, пиццу, кофе. В общем, они там бегают, играют где-то. А я обалдею тоже. Катя покажет свою коллекцию. Вы даже не представляете, что она коллекционирует. Это просто, знаете. Тем, как мы покажем, напишите в комментариях, что коллекционируют ваши дети. Помню, раньше мы коллекционировали всякие фантики от жвачек, да, там, ну, фишки всякие были. А дети 21 века что коллекционируют? У вас есть какие-то предположения? Это коллекция червячков. Коллекция червячков. Найди самую старую. Юля, 22 год. Мы же на Баске жили. Да, да нет, мы уже тут жили. В общем, Катя коллекционирует от хлеба. Посмотрела я тут один сериал. Это мини-сериал французский. Называется «Неверный». Блин. Прям, знаете, душу разрывает от того, как главная героиня страдает. Я тут недавно смотрела фильм «Неверный», а тут смотрю сериал «Неверный». Почему-то меня потянуло на вот это все, не знаю. Актриса передала всю свою боль. Не знаю. Если вы любите такие фильмы, посмотрите. Желательно вместе со своим мужем. Ну, типа семейный просмотр. Понимаете? Понравился. И сейчас начала смотреть сериал «Большая-маленькая ложь». Уже шестая серия идет. Риз Уизерспун, Николь Кидман. Вообще актерский состав, конечно, классный. Мне нравится. Один сериал. Еще у меня есть два сериала в запасе. Вот, скорее всего, один из них я скачаю себе в самолет. И буду в самолете смотреть. Потому что у меня там два перелета, пересадка. Вот. И будет чем заняться, короче, в процессе полета. Вот. Все. Буду заканчивать влог. Спасибо всем большое за внимание. Пишем, комментируем. Всем пока.